В первом вольере Мурдома сборная солянка котов. Сюда попали и с улицы, и из квартир. Отказники, как, например, королева. Историю кошки банально взяли, поиграли и сдали под предлогом аллергии, рассказывают волонтеры. Потом эти же люди взяли другую кошку. Королева у нас сидела месяца два, мы не могли у нее даже убраться. Очень сердитая была такая. Сейчас она адаптировалась. Сейчас ее можно погладить. Сейчас ее любят вкусняшки. Любят, чтобы ее погладили, почесали, потому что были колтуны у нее, мы вычесывали. Королева очень ждет своего человека. Ей же надо кем-то командовать. Лучше всего ей подойдет семья, ведущая спокойный, размеренный образ жизни. В вольере она держится особняком. Главенствующую роль играть не получается. Здесь есть свой вожак – Ева. Ее принесли с улицы. Изначально кошка была очень дикая. Но волонтерам удалось ее приручить, и ласковее теперь сложно найти. С другими кошками Ева довольно строгая. Ева у нас здесь типа смотрящий. Она за всеми следит. Что не так, она может и лапой немножко поддать, чтобы порядок навести. Также в этом вольере живет Матроскин. Попал сюда с заправки. Мега ласковый котик подойдет в семью с детьми. Он сам еще ребенок. Любит бегать, прыгать и играть. Матроскин и все его соседи стерилизованы, привиты, едят любой корм и дружат с лотком. Узнать подробнее о королеве, Еве, Матроскине и их соседях по вольеру можно у волонтеров по телефону. Плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один.